И так из своих постов, вернее из того, что вы мне написали, я понял, что нужно объяснить, в чём вся фишка выращивания хлорелы. Что мы делаем или что я делаю и пытаюсь вам объяснить. Значит, суть вот в чём. Есть промышленное производство хлорелы. Там технологический процесс настроен, исходя из возможностей этих микроводорослей. Культура выделена в стерильных условиях и технологический процесс обеспечивает соблюдение технологии и стабильный результат. В нашем случае всё происходит по-другому. Происходит следующее. Мы берём культуру из природы и её совместно со всеми симбиозами с другими микроорганизмами выращиваем. Она не будет ни стерильной, она не будет монокультурой. Это будет симбиоз. То есть при определённых условиях будут развиваться и другие виды организма, которые здесь живут. Главное нам, вот эта хлорелла, главное нам, что сделать? Чтобы не было вредителей, потому что есть много вредителей, которые там заведутся и будут прекрасно её кушать в разных видах. Как комарики, ну и другие, я не буду на этом останавливаться. Это тут всё очень просто решается. Это её просто нужно сеточкой прикрыть. Итак, в чём смысл всех этих действий? Если это необязательно, должно быть всё сложно. Вот понимаете, в чём проблема? Если всё готово, то сложностей никаких нет в природе. Дело в том, что, ну скажем так, детей тоже несложно делать. Вырастить сложно. Так и здесь. Если всё готово, мы создаём условия для того, чтобы развивалась именно хлорелла. И она как бы вытесняет все остальные виды сопутствующих бактерий, водорослей и угнетает их, и развивается только она. Значит, что значит, допустим, у неё нет, как у растений, органов, там, листья, корневая система и так далее. Здесь просто клеточка, но клетка эта выполняет много функций. Она часть клеток. Вот, допустим, клетки, которые здесь внизу, хлореллы, они выполняют одну функцию. Функцию там, ну, я не знаю, не буду брать и перечислять их. Эти клетки, которые вверху, выполняют другую функцию. То есть, они могут на себе, одна и та же клетка, вид хлорелла, может быть запрограммирована на разные функции. Это как, предположим, улья, ну, скажем, пчёлы живут. И у них, у разных пчёл, у одних и тех же пчёл разные функции. Так же самое и грибы. Если мы знаем, грибы это мицелии. Высшие грибы это плоды. И что такое гриб-плод? Это орган размножения. А сама грибница, и вот что гриб. А гриб нужен только для того, чтобы мицелий сросся в плод, красивый, который мы кушаем. И его одна задача распылить споры. Вот и всё. Поэтому таким способом ничего сложного здесь нет. Всё очень просто. Мы создаём оптимальные условия для развития природных штамм. Хлорелла может быть различного цвета. Она может быть желтоватая. То есть в природе масса всяких оттенков этого микроорганизма. Ну вот что я хотел сказать. Значит, зачем ей песок и так далее. Это стабилизатор. Стабилизатор как бы для грибов есть покровная почва. То есть это та среда, где хлорелла, да там не видно, где хлорелла сможет отдохнуть или спрятаться от неподходящих условий и выжить при стрессовых ситуациях. Вот поэтому если у нас голое стекло и где негде спрятаться, она просто, она не погибает, она переходит в споры. Она переходит в споры и вырастить уже из спор, это уже эти клетки нарастить, это не тот механизм. Мы ничего не получим. Проще взять из природы новые клетки и запустить заново. Их очень мало. И нет никакой гарантии, что там с первого, со второго раза все запустится. Нужно именно попасть на те клетки, которые запустятся. Вот в чем дело. Это механизм природы. То есть как распространяются болезни, инфекции, мы не знаем, мы никогда не узнаем. Почему спора прорастает в самых неблагоприятных условиях, а при создании благоприятных условий далеко не все споры прорастают. Мы этого не знаем. То есть это идет на уровне недостигаемости пока познаний. Ну вот, что я хотел сказать по этому поводу. Я буду показывать, что с клорелой можно сделать. Я решил эту тему развивать совместно с грибами, если получится. Потому что они дают, хлорелой очень стойкий симбиоз создает вместе с грибами. Именно потому и стойкая культура будет к жизни стойкая. В отличие от той хлорелы, которая живет в культивационном реакторе. Где там оптимальные условия, но в симбиозе с остальными организмами, с той же, с какими-то бактериями или другими водорослями, ни один реактор этих условий не создаст. Они могут и в природе должно быть. Все в симбиозе. Наш организм, это тоже симбиоз. Вы должны понимать, что происходит. Мы пользуемся.